Цикл Дня и Ночи, период времени в 20 минут между двумя основными периодами освещенности пространства в игре. Весь данный цикл можно также назвать Игровые сутки. Мммм, слишком пафосно звучит? Я тоже согласен, зачем нам эта лишняя пылкость в словах? Ты зашел увидеть, как же я смог сломать время в Майнкрафте. Ты это получишь, но чтобы сломать время, нужно сначала понять, что же такое время. Хоу-хоу-хоу, ты уже купил себе подарок на Новый год? Еще нет? Тогда чего ты ждешь? Заходи в мой магазин аккаунтов nerkinshops.ru, здесь ты найдешь качественный Майнкрафт по самым низким ценам. После покупки ты сможешь играть на своих любимых лицензированных серверах. Сотни положительных отзывов от настоящих покупателей, все чисто и прозрачно, проверь сам и не отказывай себе в удовольствии, ведь можно получить так много, отдав так мало. С наступающим Новым годом, дружище! Начну с того, что цикла дня и ночи в Майнкрафте изначально не было. Самая первая версия Майнкрафта не имела своего порядкового номера, но имела название in dev. Самое интересное то, что все обновления назывались днем, в который это же обновление прилетало к игрокам Майнкрафта. Так в версии 12 февраля 2010 года добавили цикл дня и ночи, помимо этого добавили еще и броню, но это нам не интересно. Я думаю ты смог заметить, что время в Майнкрафте движется очень быстро, намного быстрее реального времени. Обычный день в Майнкрафте равен 20 минутам. Если мы возьмем реальный день, 24 часа, это 1440 минут. Теперь же делим 1440 на 20 и у нас выходит число 72. То бишь время в Майнкрафте в 72 раза быстрее, чем время в реальной жизни. Мало кто знает, но в Майнкрафте существует достижение. Звучит оно следующим образом. Передача времени. Для того, чтобы выполнить его, тебе потребуется играть в Майнкрафт 100 дней, что эквивалентно 33 часам в режиме реального времени. Довольно забавное достижение, к большому сожалению я никогда его не получал. Мне интересно, а ты получал это достижение? Если да, то напиши про это в комментариях. Забавным фактом является еще то, что каждый период времени в Майнкрафте имеет конкретную миссию. Сейчас я расскажу тебе об этом. 6 часов утра. Начало дня в Майнкрафт. 6 часов 27 минут. Заканчивается восход. Горизонт больше не меняет цвет. 7 часов это время, при котором мы используем команду timesaday. 10 часов 17 минут. Уровень освещения достигает своего пикового значения в 15 единиц. 12.00. Полдень. Солнце находится в Зените. 13.42. Уровень света начинает уменьшаться. 17 часов 37 минут. Начинается закат. Горизонт начинает темнеть. 18 часов 31 минута, время после которого у нас есть возможность использовать кровати. 18 часов 34 минуты. На горизонте появляется луна. Мобы больше не горят. 18 часов 58 минут. Первый тик, когда монстры появляются под открытым небом, если идет дождь. 19 часов это время, при котором мы используем команду timesadnight. 19 часов и 3 минуты. Солнце полностью съезжает за горизонтом. 19 часов 11 минут. Первый тик, когда монстры появляются под открытым небом. 19 часов 48 минут. Заканчивается закат. Горизонт больше не меняет свет. 24.00. Полночь. Уна находится в Зените. 4 часа 33 минуты. Начинается восход. Горизонт начинает менять свет. 4 часа 48 минут. Последний тик, когда монстры появляются на открытом воздухе, в ясную погоду. 4 часа 55 минут. Солнце появляется на горизонте. 5 часов 1 минута. Последний тик, когда монстры появляются под открытым небом, если идет дождь. 5 часов 27 минут. Плона полностью исчезает за горизонтом. Монстры начинают гореть. 6 часов. Начало дня в Майнкрафт. Теперь ты знаешь немного больше о цикле дня и ночи в Майнкрафте. Если честно для меня это очень интересно, ведь раньше я этого тоже не знал. Но давай поговорим про день, закат, ночь и восход. Ведь они тоже скрывают немало тайн. День Дневное время является наиболее долгим периодом в цикле – 10 минут. При первом появлении игрока в игровом мире цикл начинается с начала дневного времени. Как я уже говорил ранее, в полдень все блоки, находящиеся в прямом вертикальном разрезе неба, получают солнечный свет на уровне освещенности 15, что является максимальным. В разных биомах, в одно и то же время, небо выглядит по-разному. Когда на небе начинает светиться солнце, пауки становятся нейтральными, если только они в настоящее время не переследуют игрока. А с эндорменами уже все наоборот – они тоже становятся нейтральными, даже тогда, когда они переследуют игрока. С первым лучиком солнца они телепортируются в более темное место. Закат Закат, или же по-другому, сумерки длятся 90 секунд. Во время заката солнце опускается на западном горизонте, а луна поднимается на восточном горизонте. Уровень цвета всех блоков, находящихся в прямом вертикальном разрезе неба и не освещенных другими источниками света уменьшается на 1 каждый 10 секунд. Таким образом уровень освещенности из 15 единиц превращается за 90 секунд до 6. Ты также можешь лечь спать в этот период времени, таким образом пропустить ночь и автоматически изменить погоду на ясную, если был дождь. Ночь Ночь длится всего лишь 7 минут. Ночь и луна поднимается к своему зениту в темно-синем небе, усеянным маленькими белыми звездами. Кажется, что звезды движутся вместе с луной, но к сожалению это не так. В ночное время мир покрыт тьмой, уровень света падает до минимума 4 единиц, что позволяет враждебным мобам появляться на поверхности. Луна имеет 8 фаз. Впервые это было добавлено ночью в версии бета 1.9 13 октября 2011 года. Рассвет Так же как и сумерки, рассвет длится 90 секунд. Все блоки, находящиеся в прямом вертикальном разрезе неба, будут расти на один уровень света ярче каждые 10 секунд. В конце концов, эффект солнечного света вернется, рассеивая угрозу большинства враждебных мобов. Да, да, да. Я помню о том, что вы хотели узнать, как же сломать время в Майнкрафте. К сожалению, это видео я начал делать еще месяц назад. И суть заключалась в том, что в версии Майнкрафта на Windows 10 можно было делать негативные дни. Дело в том, что в Майнкрафте, как и в обычной жизни, есть дни недели. И они каждый раз сбрасываются после седьмого дня. Так вот, если сделать с помощью команды негативный день, то бишь минус семь, то в небе можно наблюдать луну, которая растягивается на целый мир. А лучи похожие на лучи молнии. К сожалению, я этого уже не могу сделать так, как Mojang пофиксили этот баг. Но американский ютубер по имени Антвеном успел сделать видео на эту тему. За что ему огромная благодарность. Если хотите посмотреть видео целиком, то ссылку я оставил в описании. На этом мы будем заканчивать наше видео. Надеюсь, вы узнали что-то новое для себя, ведь я очень сильно постарался сделать этот выпуск максимально информативным. Пишите ваши теории и загадки, которые мне следует разгадать, и тему для следующего видео. А мои полномочия на этом как бы все. Меня зовут Меркин и помните, мы открываем Майнкрафт по-новому. Еще услышимся. Майнкрафт по-новому.